Вы создали сайт на локальном хостинге? Пришло время перенести сайт в интернет. Если вы сомневаетесь или у вас не получается это сделать, напишите мне. Я перенесу ваш сайт на хостинг абсолютно бесплатно. Связаться со мной можно через социальную сеть ВКонтакте. Ссылка в описании к этому видео. Здравствуйте, меня зовут Федор Васильев. Я вас приветствую в проекте Joomla Sensei, урок номер 113. Мы продолжаем с вами изучать компонент Community Builder. И давайте начнем рассматривать. У нас сегодня в уроке разделение полей на вкладки во время регистрации. Плюс затронем взаимодействие уже с профилем и рассмотрим сам вот этот профиль, который сейчас вы видите перед собой. То есть это профиль каждого пользователя. И здесь вчера есть момент, который я немножко неправильно вам сказал. Сейчас я вам покажу. Перейдем в менеджер полей. Зайдем, например, в правило, которое мы создавали. И вкладка вот здесь. Здесь я вас немножко ввел в заблуждение. Смотрите. У нас это как бы готовые уже вкладки. Вот полотно. Что такое полотно? Это вот это вот изображение большое за аватаркой, которое мы можем управлять. То есть заменить на свое, например. То есть из профиля я захожу обновить профиль. Соответственно, наш профиль во время редактирования также разбит на несколько вкладок. И вот это название полотно. Если мы сюда перейдем, здесь есть возможность загрузить свое изображение. То же самое портрет. Это аватар. Соответственно, здесь вкладка портрет, аватар, контактные данные. Это все вкладки готовы. Вот контактные данные. Получается, мы поля, которые создаем, мы можем их добавить в существующие вкладки, либо создать эти вкладки дополнительно. То есть пример. Сейчас я нажму выйти. Итак, я вышел из профиля и перешел на страницу регистрации. Вот смотрите. Например, у нас стоит задача. Какие-то поля перенести на вторую, третью вкладку. То есть, например, три этапа процесса регистрации на сайте. Мы любой из полей, которые создали или которые у нас существуют, можем перенести на любую из вкладок. На те же вкладки полотно и портрет. Или на созданную. Как это делается? То есть, например, правило, да? Перенести на вторую вкладку. То есть мы вот здесь вот выбираем, например, полотно. Нажимаем сохранить. На нашем сайте страницу регистрации просто обновляем. И вот, смотрите, появляется вкладка «Второе полотно». Здесь, вы видите, исчезает возможность прочитать правило. Если мы перейдем на полотно, мы видим, что у нас перенеслось правило на вторую вкладку. И так можно сделать их несколько. Соответственно, как работать дальше с этим полем? Давайте авторизуемся. И зайдем в профиль. Зайдем в редактирование профиля. Здесь, на вкладке полотно, мы видим только изображение. Наше вот это полотно. То есть правил мы здесь не видим. То есть нам, соответственно, здесь как бы не нужно в редактировании профиля выводить правило. Обычно это выводится в начале, при регистрации. Но что, если нам нужно это правило, чтобы выводилось так же вот в профиле, чтобы человек мог зайти в редактирование профиля и так же видеть какие-то поля, которые были при регистрации. То есть мы в самом поле правила, например, прокручиваем ниже. Здесь вот есть у нас заветные настройки. Прокручиваем чуть ниже. И здесь у нас есть, смотрите, показать при редактировании профиля. А стоит у нас нет. Мы выбираем, например, до одной строчки с заголовком. Нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обновляем страницу. И вот, пожалуйста, уже в режиме редактирования профиля у нас так же появляется эта опция. Соответственно, мы можем абсолютно любому созданному полю задать такие настройки. То есть, например, поле участвует и при регистрации человека на сайте, и при редактировании. И еще есть вариант отображения в самом профиле. То есть заходим в профиль. То есть вот он наш профиль. Нам нужно, например, чтобы выводился тоже здесь какой-то из полей. То есть что мы здесь можем сделать? Мы здесь видим показать в профиле. Тоже выбираем. Нажимаем сохранить. Идем на сайт. Обновляем страницу. И у нас здесь как-то коряво выводится. Вот видите, здесь выставлено появилось нет. Потому что выводится где полотно. Не очень хороший пример. Давайте я вам покажу на примере вывода информации. Вот в контактных данных. То есть здесь в правилах. Правила все равно не будут выводиться на фронтальной части, да? На профиле. Поэтому показать в профиле встаем нет. Показать при редактировании оставляем так же, как было нет. Смотрим на сайте. Все. Смотрите. Вот контактные данные. Например, при регистрации мы создаем поле сайта. То есть чтобы человек мог указать еще какой-то сайт, да? То есть то же самое в менеджер полей. Мы нажимаем создать. Заголовок. Сайт. Здесь я просто пишу ST по-английски. Здесь тип мы выбираем. Здесь у нас есть даже веб-сайт. Вот смотрите, вкладка контактные данные. То есть пускай вводится там. Обязательное поле. Нет, не обязательное. Показывать. В профиле. Да, конечно же. Показывать при регистрации и показывать при редактировании. То есть эта вкладка нужна, потому что человек захочет, например, потом изменить свой сайт. Возможно, у него адрес изменится. Чтобы он мог это легко сделать в своем профиле. Здесь появилась возможность выбрать только URL или гипертекст и URL. Давайте посмотрим гипертекст и URL. Дальше параметры посмотрим. На вкладке показать здесь есть такие опции. Следовать за этой ссылкой NoFollow и Follow. То есть это уже индексировать ли поисковым машинам эту ссылку. То есть делать переход по этой ссылке. То есть это уже из разряда SEO. Если вы не хотите передавать вес по ссылке вашего сайта, то оставляем NoFollow. Переходим на страницу регистрации. Мы видим, в контактных данных появились два поля сайт. Адрес сайта и название сайта. Так, и давайте пока не будем ничего вводить. Просто авторизуемся. Я вам покажу, где вывелось это поле. То есть заходим в профиль. Вот сайт. Мы видим в контактных данных. То есть вот вкладка статьи, вот контактные данные. Пока сайт не заполнен, у нас стоит тут прочерк. И как это выглядит в редактировании профиля? Примерно так же, как и при регистрации на сайте. Смотрится некрасиво, потому что поля смещены. Как это у нас изменить? Значит, в менеджер полей, в поле сайт мы с вами... Вот здесь выбираем только URL. И, кстати, если хотите, чтобы вот в поле сайт, как подсказка в самом поле, например, стояло начало сайта, это HTTP, например, да, то это можно сделать. На этой вкладке, вот в этом поле, сайт, конечно, я удалю, то есть оставляем. Начало ссылки, да? Нажимаем сохранить. Идем на сайт. Нажму выйти. Регистрация. Вот теперь поле сайт выглядит нормально. И здесь, видите, подставляется HTTP, то есть адрес сайта, да? Так, регистрироваться мы сейчас не будем. Мы войдем в профиль. Здесь по-прежнему сайт пусто. Зайдем в обновить профиль. Вот здесь адрес сайта. Вставляем сайт. Нажимаем обновить. И здесь теперь в контактных данных вы видите, выводится это поле. То есть вы уже понимаете, что мы можем делать с этими полями. Где хотим выводить поля, где не хотим и так далее. Теперь давайте попробуем усложнить задачу. И попробуем вывести вот в этой области, где у нас контактные данные, статьи, блоги, еще одну вкладку, которая будет участвовать при регистрации на еще одной вкладке. И, соответственно, на этой вкладке, например, мы выведем поле сайт и еще несколько параметров. То есть что мы делаем? Мы выходим из этого поля. Здесь также жмем закрыть. Идем в менеджер вкладок. То есть это у нас здесь. То есть вот это тоже то самое полотно. Статьи, блоги и так далее. Мы нажимаем здесь создать. Заголовок здесь абсолютно произвольный, потому что мы сейчас тренируемся. Я назову, например, шаг 2. Далее мы прокручиваем чуть ниже. Позиция. Здесь, конечно, вначале вам будет сложновато понять. Вам нужно будет здесь просто поиграться и посмотреть, где это все будет выводиться. То есть если мы хотим вывести там, где контактные данные, такую вкладку, то мы выбираем здесь с вами из списка средняя главная часть полотна. Далее, смотрите, тип показа. Выбираем пока меню вкладки. И нажимаем сохранить. После сохранения сразу вот здесь у нас появляется возможность очередности. то есть мы можем менять по идее местами вот здесь вот вкладки эти. Соответственно, вот эти вот поля контактные данные это все, вот эти слова, если вы хотите заменить контактные данные вкладку на какое-то свое, это также меняется во вкладках. Так, давайте, чтобы не запутаться, пока посмотрим, что получается на сайте. Обновляю страницу. У нас пока ничего с вами нет. Мы закрываем нашу вкладку шаг 2. Далее закрываем здесь тоже и идем в менеджер полей. Например, на вкладку шаг 2 мы переносим поле сайт. Заходим в наше поле и вкладка выбираем. У нас теперь здесь в списке видите, появляется шаг 2. Нажимаем сохранить. Идем на сайт, обновляем страницу. Обратите внимание, с вкладки контактные данные у нас исчезает поле сайт и вот появляется вкладка шаг 2. Если я кликаю, здесь вы видите, появляется поле сайт. Соответственно, я нажимаю выход, регистрация, соответственно, здесь также появляется вкладка шаг 2. Вот это поле сайт. Вы уже теперь знаете, как выводить поле, например, сайт или любое другое поле на той или другой странице. То есть на странице регистрации, на странице профиля и на странице редактирования профиля. Это мы только что с вами проходили. Теперь, что касается вывода. Давайте немножко тут поиграем с настроечками. Зайдем в профиль. Здесь в менеджере полей мы нажмем выход. Здесь тоже выход. Зайдем в менеджер вкладок и зайдем в нашу с вами шаг 2. И посмотрим. Сначала тип показа. Смотрите, меню вкладка у нас стоит. То есть это у нас отображается здесь. Кликаем на список и, например, выбираем аккордеон. Нажимаем сохранить. Обновляемся. и посмотрите, что происходит. У нас ниже появляется такая подложечка с шапочкой и сайт выводится здесь. То есть вот о чем я говорил. Здесь очень-очень гибко можно все сделать. Можно вывести сюда вместе со связями. или можно вывести прямо на полотно. То есть где угодно это можно сделать. Давайте еще что-то посмотрим. Например, смотрите. Кнопка закрепленном наложении слоев. Сохранить. Обновляемся. И у нас появляется вот здесь вот вы видите такая кнопка шаг 2. Если я кликаю в всплывающем окне показывается вот этот сайт. Наше поле соответственно оно в режиме регистрации выглядит как бы неизменно. Оно выглядит тут также обычным полем. Но в самом профиле мы здесь уже играемся как хотим. Теперь это мы меняли как бы отображение самой вкладки. Теперь что можно сделать еще? Позиция. Смотрите. Это тоже интересно. Меню полотна например выбираем. идем на сайт обновляем страницу и у нас видите куда перемещается кнопка. Вот. И таким образом мы можем здесь поиграться и найти наилучшую позицию для данной опции. Например фотография полотна. Сохранить. Обновить и посмотрите куда помещается прямо на полотно эта кнопка. Соответственно вы понимаете что почти каждое поле которое мы создадим можно вывести в профиль где вам угодно чтобы это было все красиво и так как вам это нужно. Например если мы с вами выберем позиция средняя главная часть полотна тип показа вложенный меню вкладка то обратите внимание поле сайт помещается вот видите при наведении здесь такая кнопка есть связи и появляется шаг 2 тот самый шаг 2 если мы кликнем он отображается здесь. и так я надеюсь я нормально вам объяснил в этом уроке и донес сам смысл управления этим замечательным расширением для Joomla Community Builder главное пробуйте тестируйте играйте с настройками то есть без практики вы информацию не усвоите нужно обязательно на тестовом сайте все делать прежде чем делать на уже рабочем сайте. в следующем уроке мы будем рассматривать уже конкретно сам профиль то есть я покажу как элементы практически все элементы можно отключать если они будут не нужны где они находятся как их заменять то есть уже более детальный будет урок именно вот по внешнему виду профиля на этом я с вами прощаюсь надеюсь урок для вас был полезным если это так поддержите меня пожалуйста лайком и подпиской на канал на этом здесь все до нового видео если вы уже стерли пальцы в поисках хорошего качественного хостинга для вашего лендинга на Adobe Muse или сайта на Joomla неважно то сейчас я вас хочу познакомить с замечательным хостингом под названием Hostic сам пользуюсь данным хостингом уже много месяцев и очень доволен главное примечание хостинга тестовый период 30 дней 30 дней вы сможете пользоваться хостингом абсолютно бесплатно второй очень важный момент возврат денег в течение 45 дней если вас не устроят услуги хостинга готовый КМС 3 года на рынке молодой хостинг это очень важно онлайн поддержка на высоте перейдя на хостик вы сможете увидеть в правом нижнем углу вот такой вот прямоугольник это онлайн чат круглые сутки трепетная служба поддержки готова отвечать на ваши вопросы и даже ночью лояльные цены мощные сервера если вы совсем новичок и ваш сайт уже расположен на каком-то хостинге но он вам не нравится служба поддержки готова бесплатно перенести ваш сайт к ним у них есть замечательная акция 3 месяца бесплатного хостинга ознакомиться с данной акцией вы сможете перейдя на этот хостинг при оплате за год можно сэкономить до 45% а также для мощных сайтов хостик предоставляет мощные сервера вы меня знаете я вам плохого не посоветую итак если вас заинтересовало и вы хотите ознакомиться с данным хостингом ссылочка под этим видео переходите и знакомьтесь субтитры сэкономить